На что способна аскорбиновая кислота? Что будет, если есть ее каждый день? В период пандемии этот витамин вообще вошел в обязательный перечень рекомендаций. Но стоит ли ежедневно принимать аскорбиновую кислоту? Разве может что-то плохое случиться от ее избытка? Лучше узнать это до того, как начнутся проблемы. Смотрите видео до конца, и мы ответим на все вопросы о витамине С. Как аскорбинка стала популярной? Еще в 18 веке британский врач Лунд догадался лечить цингу цитрусовыми. Это дало результат, но долгое время ученые не понимали, как это работает. Только в конце 19 века догадались, что дело в составе цитрусовых. А в 1928 году химик Альберт Сент-Дьерди выделил аскорбиновую кислоту. Учитывая эффект в укреплении иммунитета, этот витамин быстро стал популярным. Остается он таковым и по сей день, прочно удерживая пальму первенства продаж среди всех витаминов. Но заслужена ли такая популярность? Давайте разбираться. Для чего организму витамин С? Это вещество решает три задачи. Во-первых, служит для выработки коллагена. От него зависит здоровье кожи, хрящей и костей. Во-вторых, участвует в выработке карнитина, без которого нарушается процесс сжигания жиров. В-третьих, аскорбиновая кислота – неотъемлемый элемент выработки ферментов и нейротрансмиттеров. Без этих веществ нарушаются процессы пищеварения и работы нервной системы. Сколько нужно витамина С? Как и любого витамина, аскорбиновой кислоты нашему организму нужно строго определенное количество. Для взрослого человека оно равно 90-100 миллиграммам в сутки. Важно, чтобы поступление было регулярным. Поэтому продукты с содержанием витамина С следует употреблять ежедневно. Однако не стоит пополнять организм этим витамином без меры. Это может привести к негативным последствиям, о которых мы расскажем позже. Важно и то, что избыток витамина приводит к ухудшению его усвоения, а это лишает смысла потребления больших доз этого вещества. Легко ли восполнить норму витамина С? Да, это совсем не сложно, если в вашем ежедневном рационе есть достаточное количество овощей и фруктов. Только из картофеля, учитывая объемы его среднестатистического потребления, можно получить 30% нормы. А еще аскорбиновой кислоты много в апельсинах, грейпфрутах, манго, дыне и клубнике. Из овощей его помогут получить брокколи, перец, помидоры, зелень и капуста, особенно в квашеном виде. Такая доступность витамина С в пище позволяет отказаться от его приема в синтезированном виде из аптечных препаратов. От чего лечит аскорбинка? Учитывая, какое значение имеет этот витамин для работы нашего организма, легко поверить в его целебные свойства. Тем более, что история показала его эффективность в борьбе с цингой. На самом деле, все не совсем так. Цинга является проявлением авитаминоза, который и исправлялся потреблением продуктов с содержанием витамина С. Как и другие витамины, аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет в целом, что является хорошей профилактикой простудных заболеваний. Но если заболевание уже развивается в организме, прием высоких доз витамина никак не сможет его победить. Во-первых, потому что они не усвоятся, как мы уже рассказывали ранее. А во-вторых, потому что аскорбиновая кислота не убивает вирусы и бактерии. То же самое можно сказать и о лечении рака. Подобный метод пропагандировал химик Лайнус Поллинг. Но никаких доказательств своей теории он не нашел, став примером лженауки в медицинском сообществе. Если аскорбиновая кислота при приеме в больших дозах не усваивается, то может хотя бы не вредит побочные эффекты приема. Превышение норм употребления аскорбиновой кислоты, во-первых, приводит к риску обострения язвы желудка. Во-вторых, вызывает диарею и боли в животе. В-третьих, может стать причиной расстройства мочеводелительной системы и образования камней в почках. И хотя это случается редко, иногда вызывает аллергию. Передозировка витаминов – проблема, которую часто сложнее решить, чем их нехватку. Поэтому принимать витаминные комплексы стоит только по результатам анализов, которые показали их недостаток в организме. Назначаемые врачами на глаз они способны навредить, как минимум вашему кошельку, а иногда и здоровью. Пьете ли вы аптечные витамины и в каких ситуациях? Расскажите в комментариях. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!